Быть пожилым человеком в Молдове значит бороться за выживание. Именно этим каждый день приходится заниматься жительницей села Ларгана Ваненского района Надежды Казак. В свои 80 лет, прожив жизнь наполненную трудом, теперь ей приходится зависеть от доброты и поддержки соседей, потому что ее пенсия в 2600 леев не покрывает ее основных потребностей. И на что хватает вот из-за этой пенсии? На что вам хватает этой пенсии? На что приходится выкручиваться? Здесь есть баптисты, они приносят хлеб. Буквально за полчаса до вашего прихода они принесли мне буханку хлеба. Это бесплатно или вы покупаете? Бесплатно, они раздают его людям. Еще вот из примырии пришли, сказали, чтоб шла за дровами. Я купила за 1500 леев куб дров. Примырия помогает вам, но они все равно просят деньги? Да, помогают, но забирают из моего кармана. Ага, вам примырия помогает? Все равно из кармана. Иногда соседи приносят ей тарелку супа. Тогда же Надежда может заодно и поболтать с ними, а все остальное время она одна. Двое из трех ее сыновей умерли, третий воюет в Украине. Единственная оставшаяся ее родственница, парализованная сестра, живет в селе Константиновка Каушанского района. Так что, когда возникает нужда, ей не к кому обратиться. Я осталась совсем одна, у меня никого нет. Мои братья и сестры умерли, они моложе меня, но умерли. Одному сыну должно было быть 50 лет, а другому – 42. Я уверена, что если бы они были бы живы, то помогали бы мне сейчас. А о том, который сейчас в Украине, я ничего не знаю. У нее есть старенький мобильный телефон, также полученный от соседей, только без денег на счету. Социальный ассистент навещает ее раз в неделю, а то и раз в две недели. Покупает ее пенсии и приносит еду, лекарства и остальное необходимое. Однако в тот день, когда мы посетили Надежду, в ее старом холодильнике лежал только кусок хлеба и несколько конфет, принесенных соседями. Чай и хлеб – ее основная еда. А когда она получает пенсию, покупает колбасу и хранит ее до двух месяцев. Она режет ее очень тонкими кусочками, чтобы хватило как можно дольше. И это у вас еда на сколько хватает? Я скрипаю, я скрипаю. Звужу. Я не вижу, что я не могу. Женщина практически не выходит со двора, потому что с трудом передвигается, опираясь на две палки. Ноги не держат. Вот так. Скажите, ноги не держат. Ноги не держат меня. Вот так. У вас вся надежда на эти две палки, которые вас поддерживают. Да, я хожу с двумя палками. Вот как иду. Конечно, я и сама этому совсем не рада. У вас не болят от этого руки? Как не болят? Болят, конечно. Вам руки не болят? Не болят. И вот у вас есть силы держаться за эти палки? Ой, да и руки болят. Это я вам. Сколько операций? Она могла бы и дальше жить нормальной жизнью, если бы смогла купить или получить от государства электрическую инвалидную коляску. Но власти не думают о таких людях, как она, говорит старушка. А вы думаете, государство вот думает о вас? Эй, да. Эй. Государство. Думают ли о вас власти? Нет, конечно. Власти не думали о нас и тогда, когда мы еще работали. Всю свою жизнь я работала на ферме. Но что поделать? Выживаю, как могу. Сколько там еще мне осталось? Как ты скажешь, доживаю свой век. Надежда долго смотрела нам вслед, когда мы уезжали. Она снова осталась одна, чтобы вести свою молчаливую борьбу за выживание. Так же, как и тысячу стариков по всей нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok